В Тверской области планируется создание научно-образовательного центра по изучению, производству и переработке лубиных культур. Центр позволит привлечь средства федерального бюджета, материальные и интеллектуальные ресурсы на развитие льноводства, стратегического направления агропромышленного комплекса региона. Как сейчас развивается льноводческий сектор и как на него повлияет создание центра, об этом наш сюжет. В августе 2019 года Тверская область стала площадкой Всероссийского дня льняного поля. Ведущие эксперты страны, представители органов госвласти обсудили вопросы экспорта продукции, поддержки производителей, подготовки специалистов и внедрения инноваций. Также одобрено предложение сделать Тверскую область якорным регионом по созданию современного кластера по производству льноволокна и готовой продукции. Это позволит вовлечь в оборот заброшенные земли и даже вот посчитали по налогам, 500 миллионов рублей в год регион может получать налогов опять же для того, чтобы их возвращать в развитие той или иной инфраструктуры. Так что это очень перспективная отрасль, к этому готовы сегодня представители аграрного бизнеса, регионы. Развитие льноводства в Тверской области будет способствовать и созданию нового научно-образовательного центра. Он будет заниматься внедрением инновационных технологий глубокой переработки льнопродукции, созданием новых энергоэффективных материалов, применением наукоемкого оборудования для уборки льна и приготовления льно-тресты. Также в центры войдут уже опытные сельскохозяйственные организации. И в свою очередь им предстоит решать задачи по обучению и переподготовке специалистов отрасли, созданию национального центра компетенций, поддержке стартапов, развитию кампусов, научно-технологических парков и кластеров, цифровизации процессов. С учетом практики ориентированного подхода сделать специализацию по подготовке специалистов для отрасли льноводства, начиная от селекционеров и далее по всей цепочке, включая переработку льна специалистов по дальнейшей работе с льноволокном и дальнейшее применение льна как технической культуры, имеющей современное значение и в космической промышленности, в оборонной промышленности, в композитных материалах. В Тверской области льноводство – одна из наиболее перспективных отраслей растениеводства. В настоящее время первичную переработку льна сырья осуществляют заводы в Бежицком, Санковском, Молоковском, Калязинском и других районах Тверской области. Продолжение следует... Продолжение следует...